Следующий слайд рассказывает нам про слив санитарной воды, тоже довольно-таки популярный вопрос. Люди спрашивают, как мы можем слить воду, если нету никаких ревизионных фланцев, нету никакого доступа вообще во внутренний бак. То есть доступ во внутренний бак есть только через патрубки подвода от вода санитарной воды. Все, больше вы во внутренний бак никак не попадете. Ну, вот на рисунке на этой схеме, точнее, представлено, как можно реализовать слив. То есть самое главное правильно собрать всю схему, сделать дренажный канал, который обязательно должен быть ниже уровня самого бойлера, чтобы у вас вода самотеком могла выходить. Вы просто для начала из соображения безопасности открываете просто кран водоразборный, чтобы оттуда остыла вся вода, да, и остыла вода внутри бака. Вот, потом закрываете кран на подаче холодной воды и открываете сливной кран. Чтобы процесс пошел проще, то вам нужно, когда вы заполняете бойлер, вначале, вот эту линию с дренажом заполнить водой. То есть вы заливаете туда воду, у вас вода заполняет все трубы, и как только вода начинает течь из дренажа самого, вы задвижку закрываете, и у вас там, в этих трубах будет стоять вода. Когда вы эту задвижку у нас откроете, у вас эта вода вытечет и потянет за собой всю оставшуюся воду из бойлера. Для того, чтобы процесс ускорить, вам нужно открыть кран для доступа воздуха, специальный, который мы также рекомендуем делать отдельно. То есть отдельно вывести какую-то линию, чтобы мог воздух поступать в бойлер и выходить из бойлера.